Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня обсудим проблемы почечной патологии больных диабетом, которая называется диабетическая нефропатия или диабетическая болезнь почки, которая рассматривается в рамках более общего понятия хроническая болезнь почек. Мы поговорим о диагностике, о лечении и профилактике. Если вы располагаете свободное время, пожалуйста, посмотрите ролик до конца, поскольку вы можете получить новую, интересную для вас информацию. Диабетическая нефропатия – это осложнение диабета, связанное с поражением почек. Установлено, что каждый третий пациент с диабетом первого типа и второго типа может столкнуться с этой проблемой. На развитие, конечно, этого осложнения очень важное влияние оказывает повышенный сахар, гипертония и многие другие факторы внешней среды. Когда нам нужно обследовать этих пациентов, что может привести, навести на мысль о том, что у пациента развивается эта патология. Если мы говорим о больных диабетом первого типа, молодых больных, то, как правило, через пять лет от начала заболевания мы должны определить, есть ли у них, скажем, какие-то повреждения, связанные с почечной патологией. А если это больные диабетом второго типа, то уже в момент диагностики мы должны оценить почечную функцию. Какие же методы диагностики? Два таких популярных метода. Это, прежде всего, скорость клубочковой фильтрации. Для того, чтобы оценить скорость клубочковой фильтрации, мы должны очень немного знать о пациенте, его уровень креатинина сыворотки и крови, его возраст, его половую и расовую принадлежность. Другой показатель почечной функции – это определение белка в моче, а точнее альбумин одного из компонентов белковых фракций. В общем анализе у нас все благополучно в моче, но мы специальными методами определяем вот такие микро частицы. И когда мы определяем этот показатель, и если он превышает определенные нормативы, то мы можем говорить, что да, какие-то патологические процессы уже начинаются в почке. Время проведения, условия проведения, конечно, должны определить ваш лечащий врач. То есть мы поставили диагноз на начальных стадиях, мы можем провести очень эффективное лечение, которое может вернуть нашего пациента к нормальным показателям. То есть есть обратимые стадии. На более продвинутых стадиях, когда уже есть какой-то, скажем, порог невозвращения, то есть когда мы не можем вернуться уже к нормальным показателям, тем не менее мы можем достичь очень хороших стабильных показателей функций, очень длительного времени. И тут, конечно, нам помогут тот лечебный план, те правила лечения, которые мы имеем. То есть коррекция пищевого поведения пациента. Они обязательно включают в себя, конечно, стабильную, хорошую контроль гликемии, поскольку это осложнение именно диабетическое, поэтому действительно все начинается с плохого контроля гликемии. Здесь тоже ваш доктор должен вам помочь в правильном выборе сахароснижающих препаратов, в их дозировке, аккуратности приема. Очень важно, чтобы пациенты правильно контролировали артериальное давление. Нужно контролировать, конечно, уровень холестерина, нужно, конечно, контролировать все остальные показатели организма. Если в вашей жизни случилось, что развилась хроническая болезнь почек, и она приняла такой прогрессирующий, необратимый характер, то в какой-то период времени вам и вашему врачу нужно задуматься о том, как мы подойдем к заместительной почной терапии. Тут имеем мы несколько видов. Это и диализная терапия, гемодиализ, перитониальный диализ, и трансплантация почки. Именно на этой стадии, так скажем, мы также можем достичь больших успехов в плане терапии. Надо только помнить, что, в общем-то, при выборе заместительной почной терапии, конечно, мы отдаем предпочтение трансплантации почки, поскольку это самая эффективная метод заместительной почной терапии, то есть той терапии, которая будет очищать нашу кровь от тех, прежде всего, шлаков, о которых мы говорили. Уже, так скажем, методами, так сказать, применением искусственной почки, то есть аппарат гемодиализа, или используя перитониальный диализ, когда в роли, так сказать, очистительного, так сказать, помогать органу уже применяется собственная брюшина. Даже уже продвигаясь к терминальным стадиям, пациент может, в принципе, себя, особенно, так скажем, плохо и не чувствовать. Он также работает, он также учится, он также, так скажем, живет полноценной жизнью. А вот, так скажем, вот эти изменения, которые могут привести к такому финалу, они развиваются из-под вас. Если у вас есть проблемы с вашими почечными осложнениями, мы всегда готовы вас принять, проконсультировать, госпитализировать, помочь вам в нашем отделении диабетической болезни почки, где вас встретят наши классные специалисты, которые давно и долго и продуктивно занимаются этой проблемой. Более того, мы располагаем возможность проведения гемодиализа в нашем центре. В том случае, если вы уже имеете, так скажем, практику получения этой помощи, и еще немаловажно, что мы в последнее время активно занимаемся пациентами, которые прошли процедуру трансплантации почки, помогаем им полностью реабилитироваться. А если вы хотите попасть на консультацию к специалистам нашего отделения, это можно сделать в рамках программы «Обязательное медицинское страхование» и «На коммерческой основе». Вы можете нажимать ссылку под видео и, так скажем, записаться в ближайшее время.